подзапарился ролики редактировать надо сейчас сходить маленько тренажерный зал и заняться спортом потому что сидеть долго просто заколебываешься особенно когда на улице прохладненько в принципе делать нечего так бы можно было искупаться куда-то съездить но на улице пойдет прогуляться можно но все равно как ему сделаю полный обзор всех моих тренажеров что тут к чему а сейчас на данный момент я хочу побегать на беговой дорожке я ее уже запустил сейчас поднимем обороты только покажу что на улице происходит на улице то ливень то солнце то опять армакедон не поймешь короче погодка такая не совсем понятно последнюю неделю только выйдет солнышко вроде обрадуешься и опять короче 25 сейчас включу музычку и буду бегать я тут пришел роли все испортил как всегда как только я прихожу воли ничего не получается вот стояла все нормально было он говорит сейчас подожди сниму или как-то там за видео у вас тоже так имеется ввиду кто видеоблогер в чем интересно дело а что должно было быть но мне туда белок только надо ну а что именно не так пошло желток туда попал и что мне же это в пену сбить нужно значит судьба такая была в этого желтка чуть-чуть то ничего не будет короче он еще делать будет пахлаву блястит кто ее отодрал слово такое есть когда-то давно я ролик снимал и в мультиварке еще мы в однокомнатной жили показывал как семгу рыбу какую-то там в это делать а я всегда применяю такие слова это простые вот но кто-то говорит что типа как быдло быдло базар и там столько комментариев я не знаю почему этот ролик постоянно смотрят вот постоянно его почему-то коменте и вот что это такое ты чё только зоны вышел и что ли я когда я не отсидевший нормально все ну а что за блин разговоры такие слова а слова я применяю ребята из ссср дворовские обычные слова сейчас стараюсь конечно так не разговаривать но все равно так что кто-то вписывает в разряд быдло но зато всем все понятно да а то будешь сговорить так слишком культурно никто ничего не понимает о чем ты что ты говоришь а так чисто по-нормальному по-пацански и так быстро да получается быстро четко я не помню ситуацию вот мы с кем-то стояли кто-то пытался что-то объяснить в общем что-то говорил культурно говорил эти два слова сказал типа короче вот так и вот так да и все человек сразу все понял вот эти все культурные люди слишком очень нудные долгие непонятно что говорят ладно там еще долго недолго но объясняют к кучу слов вроде красивых о чем вообще идет речь как говорится вот хрем просыш вот знаете такое выражение ребята хрем просыш знаете такое выражение вот это имеется ввиду когда что-то не получается вот туда можно применить вот это словосочетание это по-другому типа непонятно или не получится вот что такое да да вот есть такое даже дело а я наверно попью кофе из чистое кофе машины блестяще оля опять хоть прореклами свои тряпочки это уже для стекол понятно и для зеркал короче а Оля сейчас побалуется маленько своими тряпочками а потом устанет от нее да и опять будешь этим губкой обычным полотенцем я даже сейчас по привычке губку взяла я ее этот уберу отсюда чтобы не губку не убирать если я что-то мою я не люблю тряпками мыть меня это вот что-то если тряпкой мыть меня раздражает я вот даже ее брать не хочу не потому что она плохая у меня почему-то брезгливое такое отношение мыть тряпкой ну как-то блин я вообще брезгую что-то мыть а губка чем отличается от тряпки губка какая-то квадратная такая четкая а это какая-то тряпка нет неважно это тряпка другая тряпка любая тряпка ну как-то смотри она как тряпка на ней много нет это нет это не для этого не знаешь как это не отсюда нет короче я по-любому должна быть губка четкая вот все а вообще лучше конечно есть вон машинка да ну или жена не знаю вот закинул но не всегда в этой машинке удобно делать так что ну если тебе удобно мне вообще тусуйся с тряпочкой мне удобнее тряпочки это не с кухни тряпка это ее убрать еще не нужно вот вообще вот эта тряпка ну мне очень понравилось вытирать со стола ну вот пускай напишут а чем удобнее тряпочкой мыть или губкой мыть ну вот мне удобнее как бы я думаю что губкой но положив эту тряпочку я знаю что здесь одна сторона такая прикольная шуршавая есть и я когда стакан губкой мыла выкинула губку взял тряпку и шуршавой помыла и все так идеально чисто внутри и уже получается ну как этот мировоззрение что ли вот это вот меняется и уже автоматически не хочет мне губку брать я уже хочу вот эту тряпочку взять так что вот так вот ну ладно можно еще подумать так да ладно вон Оля там что-то выпекается мистер корж вот еще Оля вон коржи так прикольная да вот эта система конечно это я бы сейчас взбивала стояла ну так классно взбивать так красиво ну-ка давай на марсе да нет может делать нормально офигеть ну так на такой человек конечно не способен да это по-любому надо ну сколько там буквально минуту и готово да а руками это сколько надо взбивать закалебер что а то что должно быть в пену в пену Пену в пену в пену я очень поглотов поминайте эфира я же говорю ты мне всегда да я всегда все Мешаю 200 грамм сахар 200 грамм латычину прикольная штука смотрите там уже пена офигеть раньше бы вот такую машину какой-нибудь бабушки в деревне включить да она там будет шоке такая типа чего за инопланетная какая-то технология даже сейчас у многих людей вот это не у всех есть возможность тоже в общем-то инопланетная тему вот такого обычно такой ручной взбивал комбайн миксер миксер угадай слова тем временем у меня делается кофе чик кофе тайм прикольная штука получилась а Пока готовится пахлава, я вот такую штучку сделала, хочу, чтобы ты попробовал и угадал, что там внутри. Выглядит прикольно. Только посолить забыло. Сыр? Там творог, сыр и яйцо, которое осталось. Такое мягкое вообще. Офигенно. Нужно будет этот рецептик занести в копилочку, да? Вот это нужно будет отдельный ролик, наверное, снять. Да, вкусно? Потому что это очень мягко, нежно, при этом внутри вот это плотно, не разваливается. Мне тоже понравилось то, что ничего не варится, да, никуда? Чуть-чуть, знаешь, на что похоже даже грузинское хачапури. Да. Да? Угу. Вот реально как будто я ем хачапури. Еще чуть-чуть, если посолить, прям будет хачапури. Я забыла посолить, я уже хотела, и я тут что-то с детьми забегала. Да, ну и так соленую, но если чуть-чуть еще, то вообще будет конкретно. Угу. А как будто ты такой взяла, что это вообще? Просто сама сейчас этот, ну там остались пять яиц у меня от этого. Там же только белки нужны на пахлаву. Нет, это ты вот, у тебя тесто было внутрь теста. А, это слоеное тесто без дрожжей. Внутрь закатала, да, и закинула ее из пекла. Да, да. Ничего сложного. Просто. Еще раз скажу, там было пять яиц, потом сыр на терке и творог. Блин, очень вкусно вообще, прям. Реально как хачапури по-башкирски. Сейчас опять скажут, он и башкирка что ли? Угу. Ну раз уж живем в башкирии. Ну все, приятное аппетит. Такое можно полностью все съесть. Ну там еще есть, иди кушай. Покажу. Получилось вообще просто обалденно. Милана тут уже тоже покушала. А, вот это, да? Это вот, которое ты достала? Это было? Нет. Это другое было, это я внутрь сделала. Очень-очень вкусно. Получается, видите, он не разваливается, а хорошо держится. И внутри вот это плотненько такая пружинит. При этом все нежное такое. Ну ты, Оля, вообще, как говорится, красавчик. Кто молодец? Я молодец. Да. Я сегодня еще, кстати. Оля столько всяких штук делает, что скоро мы лопнем, наверное. А ты что-то не толстеешь? Ну. Армянин должен быть с таким пузиком. Ходи. Так. Вот нам, значит, больше, больше. А ты что-то худенький. Все родственники говорят, не кормишь, наверное. Да, я никогда не толстею. Сколько бы я не ел, все равно буду держать одну примерно весовую категорию. Ну, кстати, вот на камеру, когда смотришь видео, кажется, что ты немножко такой прям плотненький. Угу. Но вживую. Вживую одинаково. Чуть-чуть слегка. А тут что? Это пахлава. Тут не открываем. Угу. Вон тут целый противень пахлавы. Угу. И в этот раз я не забыла добавить корицу. И там так вкусно вообще прям. Да? Угу. Я крем попробовала. А, это же с этими, с грецким орехом, которым. Да. Ну, короче, что получится, мы покажем. Да, орешек, которые нам в гости приезжали, знакомые Эдгара, привезли. Очень вкусная грязь коряк. Я думаю, она вкусно будет. Попробуем. А по пахаве у тебя в Инстаграме есть, да, этот пост? Да. То, что мне нравится, я буду выкладывать в Инстаграм. Наверное, он это тоже выложит. Да. Так что подписывайтесь вот на Олин Инстаграм. Ссылочка будет и в описании есть. И я там выкладываю только легкий рецепт. И что-то сложное я туда не выкладываю. Многие, кстати, уже по твоему рецепту этот сделали и пишут, что получается. Я очень рада. Ну, все, смотрим дальше. Я тут вышел на улицу. С этой стороны вроде было светло. Думаю, сейчас выйду, красота. И поворачиваюсь и вижу там, что происходит. Там вообще какой-то конец света. Что за, блин, Армакедон. Вообще жесть. Нам родственники скидывают с других райончиков. Приград Уфы. Там вообще град был очень мощный. Но вот до нас здесь не доходит вот этот град. Ни разу его здесь не было. Такого сильного. Но до нас добираются вот такие облака. Смотрите, они прям захватывают. Небо. Да, у нас всегда все стороной. Вот видите, вот это именно блогерский дом. Дом видеоблогеров мимо проходит. Видите, вот как-то. Как будто мимо нас. Ну, там прям надвигается какая-то серьезная штука. Прям пипец какой-то. Вот, мимо туда куда-то. Куда, да? Да, стороной проходит. Ну-ка. Да. Ну, если стороной пройдет, то хорошо. А то сегодня типа чуть-чуть было потеплее. Да, уже так задолбал этот холод просто. А вчера вечером такой гром был. А что, тут как будто стены трясли, да? Да, как будто конец света. Милана пробежала. Я боюсь, я боюсь. Молнии, гром мощно. Как взрывы какие-то. И бассейн у нас уже заполняется вон водой. Скоро, наверное, будет переливаться. Надо будет его сливать. Столько дождей уже. Пахлава готова. Вот такая вот красиво выглядящая выпечка. Только еще у меня подсохнет, друзья, сироп. Вот так вот Оля сделала. Вообще, блин, офигенно. Запах, да? Ну, красотища. Конечно же, будем мы это все дело пробовать. Я работаю тестировщиком у Оли. Очень вкусно в этот раз получается, что все пропиталось прям хорошо этим. Сироп, да? Или что-то мед. Да, мед и чуть водички. А орех как? Угу. Я в этот раз немножечко покрупнее его оставила. Не сделала с этот слишком мелко. В этот раз намного вкуснее получилось. Прям, знаешь, вот эта сладость прям пропитанная везде. И орех вкусный, кстати. Угу. Вот если будете делать пахлаву, в тот раз мы делали, я покупал орехи, которые в упаковке быстренько где-то купил. Ну, и когда долго лежит орех, у него вкус такой, как будто... Залежавшийся. Залежавшийся, да. Вот я не знаю, как это слово подобрать. На армянском, я знаю, вот, намшац. Если армяне смотрят, чуть-чуть намшац хамкука. Это значит чуть-чуть, когда, ну, залежавшиеся орехи, они... Такой запах не очень прикольный. А вот это свежие орехи, и они не перебивают вот саму выпечку. И получается такое грамотное, правильное сочетание идет. Угу. Ништяк. Все офигенно. Одновременно несколько разных вкусов во рту. И мед, и орех, и вот эта выпечка мягкая. Корица. Еще там. А, ну вот, не могу понять, что такое. Угу. Корица, да? Да. Но все в меру, все сочетается. Вот это вообще ништяк. Ну все, приятного аппетита. Угу. Так быстро пришла, даже не ожидала я. Это Organic Zone, российский бренд. Я до этого пользовалась другой косметикой, и нашла, в общем, альтернативу. И по стоимости она вышла дешевле. Вот. Хочу похвастаться. Вот такой вот оскарный яйца. Доставай все. Дальше спрей для тела. Так. Сейчас. Тут такие классные штуки. Кокосовое масло, я его очень люблю. Можно яичницу его еще пожарить, да? Это еще... Нет, у нас есть кокосовое масло. Есть. Но тут приятно. Так оно чем отличается, интересно? Мода косметическая. Ммм. Ммм. Тоник для жирной и проблемной кожи я взяла не только себе, но еще и Эдвину. Эдвин у меня закончил все тоники. Ммм. А это ему для сочи? Зачем? Вот для жирной и проблемной кожи, проблемная это у кого высыпание, вот разное. В смысле просто вытираешь лицо? Да. Это вот как раз... От прыщей всяких. Да. То есть, раньше я пользовалась и фрешей, но для Эдвина это как-то дороговато даже для меня, вот постоянно заказывать. А это российский бренд, он дешевле идет, но состав полностью весь натуральный, что вот даже можно детям, подросткам. И вот также я ему тоже взяла спрей-дезодорант, это свежая мята, вот. Отзыв оставлю я, наверное, в инстаграме, кому интересно. Ну-ка, что это такое? Продукты классные. Мятный чай. А Эдвин что лицо от прыщей вытирает, да? Да. И, кстати, когда он пользуется тоже... Как будто этот пахнет мохито. Смотри, чтобы не перепутали, а то кто-нибудь выпьет еще, понюхай, какой запах. Так, сейчас. Ой, просто понюхай. Ох, как вкусно пахнет. Смотри, как будто реально это... В Турции же есть мохито делают, и она на море идет. Называется мятный чай, кстати, этот, не сильный запах, да? Только прям приятный, даже выпить хочется. Ну вот, натуральная косметика, мне всегда нравится, что у них такие натуральные ароматы, не такие слишком вот приторные. Так, вот эту штучку я тоже давно смотрела. Это сыворотка для лица, для кожи и вокруг глаз. Мне нравится, что это сыворотка и для кожи, и вокруг глаз. Не нужно покупать там два разных средства и пользоваться. И мне нравится, что это российский бренд, еще раз повторюсь. Кстати, они с 2013 года. Я там блогеров смотрела, вот там девочки рассказывали. И вот я первый раз только узнала о такой косметике. Это несмываемая сыворотка для волос. Летом я не ухаживала за своими волосами, и, в общем, сейчас они немножечко проблемные. Также и кожа, я забыла, что нужно не только на отдыхе там в Турции за собой смотреть, а еще и здесь летом тоже нужно было это делать. И вот сейчас я буду ухаживать. Вот такие продукты. Женщины прям, знаешь, как-то такое, очень шаманы какие-то. Нет, я просто в восторге, потому что это российский бренд, потому что это доступная цена у них. И это органик, называется органик-зон. Кстати, если что, ссылку, наверное, Эдгар прикрепит, да? Потому что это очень классные вещи и советую всем девочкам. Да, это точно, девочкам, потому что я смотрю на это все. Нет, не Эдгар. Я думаю, надо пойти чай попить. Вообще не вырубаешься, Эдгар. Нет, я понимаю, это как мне сказать сейчас, там, для твоей тачки, там, новые диски поставишь. Ну, что-то, я не знаю, про машину мне рассказать, там, что-то такое, что для меня является... Я не заставила это видео снять, потому что я не люблю такое снимать. Я говорю, нет, уж давай снимай, потому что я, когда ты меня просишь, я что-то рассказываю на твою тематику, а когда моя любимая тематика вот про вот такие вот всякие штучки, будешь слушать. Ну, потому что я никак, говорите, не понимаю, о чем идет речь. Давайте вот так сделаем. Если вы хотите более подробно узнать, ну, вот про каждое средство, про запах, про консистенцию, напишите под видео, нужно мне такой ролик снять отдельно или нет. Ну, вот когда я уже потестирую это все. Но в Инстаграме я в любом случае оставлю свой отзыв. Да. Ну, я думаю, что все-таки в Инстаграм, потому что у нас канал-то влоги, там, например, мы морковку собрали, там, сливы, все. Видишь, тут органик и тут органик. Да. И потом там полчаса посвящать вот этим штукам, это люди не совсем поймут. Больше влогово. Если вы хотите реально там отзывы, в Инстаграме там 10-минутные ролики можно делать. Да. Ты уже там делаешь. Вот, кстати, вот подписывайтесь на Олю. Многие девушки просят, то ли там рецепт, то ли то. А куда ты ходишь, что ты одеваешь, всякие штучки, мелочи вот эти женские. То всякая такая мелочевка, это девушки любят посидеть, покопошиться, позалипать. Еще, кстати, завела группу, я тебе еще не сказала, семья Богдасарян ВКонтакте, где я оставила уже всякие ссылочки на всякие акции, там, вещи и все такое. Иногда буду туда какую-то информацию полезную выкладывать. В общем, Инстаграм, ВКонтакте, не забывайте. Ну вот ссылка будет, и вы будете смотреть. Ссылочка на этот продукт. Кстати, доставка бесплатная. Вот именно где бесплатно тут вот эту ссылочку надо прикрепить будет. И еще что-то хотел сказать. И все, всем пока. И всем пока. И всем пока.